МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я была в Моленской области, на границе с Белоруссией. А так я здесь родилась, здесь училась, здесь закончила Тверской государственный университет, получила первое образование, преподаватель истории общества ведения. Хотя, к сожалению, школу так почему-то не сложилось, я не работала, хотя педагог. Так получилось, что больше привлекала журналистика на тот момент, и практически сразу после окончания университета я пошла работать в холдинг на Озерной, тогда он так назывался. В общем-то, прошла там все стадии и ступени журналистской карьеры от журналиста-репортера, заканчивая редактором в других изданиях, коммерческим директором. Пришел тот этап, когда захотелось попробовать что-то свое, и получив образование второе, это антикризисное направление предприятием, по президентской программе возникла идея создать собственный бизнес. Было открыто агентство недвижимости, которое работало в сфере коммерческой недвижимости. Потом появился первый и, наверное, единственный в таком формате тверской семейный журнал «Большие и маленькие», который благополучно выходил в протяжении пяти лет ежемесячно и предоставлял людям полезную информацию. Собственно говоря, полезность – это был главный критерий того журнала. Журналистики в итоге пришли именно к теме детства, к проблемам детства. Почему эта тема заинтересовала, и был какой-то социальный вопрос, который вас особенно задел? Какое, может быть, событие в жизни привело к тому, что вы стали заниматься именно вот этим направлением журналистики, но и открыли в итоге журнал «Большие и маленькие»? Наверное, какой-то комплекс факторов, в том числе такой, что в агентстве недвижимости у нас был женский коллектив. И в те периоды, когда не было срочных каких-то заданий, девушки что делают? Они, конечно же, говорят о детях, обсуждают какие-то проблемы, вопросы, интересуются каким-то опытом. И вот это вот, обсуждав это в узком кругу, мы вместе такое приняли решение, почему бы это не обсуждать более широким кругом. Тогда интернет-технологии были не столь сильно развитые, и в интернет-пространстве таких тоже ресурсов было не так много, они были не так популярны. А именно полиграфическая продукция, яркая, красочная, таким, каким вот у нас был вышел журнал наш, и все номера до сих пор, кстати, у меня хранятся в личном архиве, она была востребована. И с учетом, опять же, того, что мы тоже матери, у нас есть некий опыт, мы сделали его и максимально удобным для даже ношения в дамской сумочке. Он распространялся бесплатно и в поликлиниках, и в каких-то социальных учреждениях, и в магазинах, которые были нашими партнерами. В общем-то, выживал за счет рекламы, за счет тех денег, которые мы зарабатывали в сфере недвижимости. В общем-то, такое было перекрестное субсидирование. В общем-то, это был какой-то такой социальный проект, который не приносил больших доходов, вообще не приносил, но зато приносил очень много удовольствия. На тот момент у меня тоже уже было трое, потом четверо детей, и опыт тоже был определенный, которым тоже можно было поделиться. Параллельно с этим, поскольку приходили разные истории, разные судьбы, возникла такая вот, на такой направлении деятельности, как благотворительность. И невозможно было остаться в стороне, когда приходят люди с просьбами, плюс еще какие-то, может быть, личные, какие-то там, да, желания помочь. Поэтому благотворительность деятельности велась сначала как просто волонтер, который помогал людям и советом, и документами, и сборами денежными и так далее. Я возглавила, открывшись тогда, Тверское представительство Росфонда, крупнейший благотворительный фонд России. Тоже был замечательный опыт, потому что системная работа благотворительности, работа с документами, работа с людьми, вот такая, да, она хорошую такую практику дала и хороший опыт. Ну и вот в 2013 году была назначена на должность уполномоченного по правам ребенка Тверской области. После работы в такой частной структуре благотворительной вы ушли уже на государственную службу. Вот этот момент, вам просто, легко дался этот переход. То есть быстро ли вы согласились на эту должность и не думали о том, что на госслужбе какие-то проблемы будут решаться, может быть, не так эффективно и быстро, как благотворительные организации? Это было очень непростое решение, буквально непростое. И без, конечно, поддержки близких, наверное, я бы его никогда не поняла, потому что я себя не представляю в государственной работе до сих пор, честно говоря. Хотя в ней работаю в системе уже достаточно долго. То есть по моему складу характера государственная работа, такая достаточно сухая, чиновничья и бумажная, она, наверное, все-таки мне не очень подходит. Поэтому, может быть, я какой-то нестандартный чиновник. Решение было принято в том числе потому, что государственная работа дает больше возможности помощи. Одно дело опираться только на какие-то общественные инициативы, совсем другое дело опираться на государственную систему. И помогать этой государственной системе работать так, чтобы было как можно меньше проблем в сфере детства и выстраивать вот такие отношения с обществом, с людьми, с родителями, более доверительные, поворачиваться все ближе и ближе к ним, там приближаться для того, чтобы, ну, как-то вот выстроить контакт, чтобы люди знали, куда обратиться, чтобы у них была информация о том, какой орган может помочь им решить проблему, чтобы не было вопросов по тому, как правильно составить обращение или вообще его можно не составлять, а прийти на личный прием. В общем-то, поэтому вся моя работа построена именно на максимальной открытости. Помимо официальных контактов, у меня есть аккаунт в социальных сетях, и любой человек совершенно беспрепятственно может ко мне обратиться с любым вопросом. Лариса Анатольевна, к вам обращаются, конечно, десятки, сотни людей, родителей. Давайте вот поговорим о том времени, когда все было нормально, спокойно, до этой пандемии. Если взять весь объем обращений, с какими основными проблемами, просьбами или пожеланиями к вам приходят? Какие-то вот главные направления можете выделить? Ну, их очень много, потому что сфера детства, она действительно многообразная, и разные вопросы затрагиваются, поэтому много всегда вопросов, касающихся семейных отношений. Там целый комплекс, да, начиная от каких-то внутренних семейных конфликтов, невозможности решить их самостоятельно, определить порядок места жительства ребенка с одним из родителей, порядок общения с другим родителем. Это вот то, что мы сейчас тоже последние пару дней буквально наблюдаем, когда один родитель от другого отнимает, прячет, и все это в такой некрасивой форме. Самое главное, достаточно травматично для ребенка происходит. И второй комплекс – это социальные вопросы. Тут их тоже очень много. Это и пособия, и разные меры материальной поддержки. И жилищные вопросы, когда тоже нужно каким-то образом разъяснять человеку возможности улучшить жилищные условия, и его права, и возможности в этом направлении. Образование, здравоохранение – это тоже всегда целый комплекс вопросов. Это не только сам механизм получения образования, либо медицинской помощи. Это еще и вопросы внутреннего морально-этического характера, и конфликтной ситуации, и какое-то грубое отношение. В общем-то, невозможно выделить какую-то одну тему. Это настолько универсальная задача всегда, когда ты рассматриваешь их в совокупности, рассматриваешь с учетом всех обстоятельств, которые возникли индивидуально в каждом конкретном случае. Поэтому тут невозможно подойти к одной проблеме с одним решением. То есть всегда в этой проблеме найдутся какие-то свои нюансы. И все вопросы решаются исключительно индивидуально, рассматриваются только с индивидуальной точки зрения. Вы сказали, что одна из таких проблем, когда ребенок остается с одним из родителей, начинаются суды, и вроде бы люди современные, но тем не менее, в этой ситуации, конечно, страдает больше всего ребенок. Как вы помогаете в этой ситуации? То есть это, в первую очередь, какая-то психологическая помощь, это консультации с родителями, с ребенком. Как решается эта проблема, чтобы ребенок не был ущемлен, чтобы ему хватало внимания и от мамы, и от папы, и не сказывалось на его здоровье психологическом? Ну, вот вы сказали, решайте. Решаем мы никак, потому что невозможно это решить при отсутствии добровольного желания родителей. Если один из родителей не хочет это решить, то решить это невозможно. И здесь решение остается исключительно за судом. Ни один орган, ни орган опеки, ни уполномоченного права ребенка, ни полиция, ни кто-либо еще, невозможно, не могут, у них нет таких полномочий, вот вмешаться в эту семейную историю, в семейный конфликт, длительный, как правило, и такой достаточно ожесточенный для того, чтобы принять то или иное решение. Это неправильно, это неправомерно. Поэтому мы, во-первых, разъясняем родителям их права и их обязанности, что тоже важно. Объясняем, пытаемся донести вот те возможные вредные последствия, которые ребенок получает сейчас в период этого острого конфликта, и в период манипуляций и мести такой, да, ожесточенной. Ребенок-то ни в чем не виноват. Как правило, во всех бедах детей виноваты взрослые. Это не только в этой ситуации, да, то есть дети, они вот становятся часто заложниками поведения взрослых людей. И в некоторых случаях удается достучаться и настроить людей на мирное решение ситуации, призвать к заключению мирового соглашения, например, в суде. В некоторых ситуациях нет. И, к сожалению, есть такие ситуации, когда и вынесенные судебные решения не могут исполнить судебные приставы, просто потому, что один из родителей категорически отказывается выполнять. Да, есть механизмы штрафов наложения, но самое главное, что ребенок страдает все равно. Тут вот сложная ситуация, и буквально недавно я закончила обучение по программе медиации, в том числе медиация в семейных конфликтах. Это как раз вот та функция попытки примирения сторон, не доведения до судебного разбирательства, а именно выстраивания тех возможных, ну, хрупких достаточно, но тем не менее конструктивных отношений, когда минимизируются последствия конфликта, когда каждый из сторон готова пойти хоть чуть-чуть друг другу навстречу, только для того, чтобы общую цель, да, достичь. Но общая цель у каждого родителя, на мой взгляд, должна быть какая? Одна. Здоровье, благополучие, психическую равновешность ребенка. Вот если удастся донести до каждого родителя, то и конфликтов у нас таких будет меньше. По крайней мере, я буду стараться это сделать. Лариса Анатольевна, есть смысл говорить нам о ювенальной юстиции, о системе ювенальной юстиции, потому что одно время это была тема острая, но практика показывает, что ювенальная юстиция, она в наших реалиях российских не работает, неэффективна. Если бы у нас была ювенальная юстиция, у нас не было бы таких семейных драм, когда один родитель украл другого ребенка, и никто ничего сделать не может. Поэтому это взаимоисключающее понятие. Вообще понятие ювенальной юстиции – это искаженное понятие в нашей реалии. Ювенальная юстиция в исконном его значении – это система правовых инструментов защиты прав ребенка. И это может быть все, что угодно. Это может быть и полиция, и комиссия по делам несовершеннолетних, и суды, которые защищают несовершеннолетнего. Но уж никак не тот чиновничий беспредел, который часто обзывают словом ювенальная юстиция. Это такая подмена понятий произошла, и нас в него как-то погрузили, и мы все дружно говорим, мол, это ювенальная юстиция. На самом деле нет. Это действительно какой-то чиновничий беспредел, основанный на каких-то национальных законодательствах. У нас этого нет. Более того, у нас органы опеки часто ограничены в возможностях влияния на ситуацию. Например, в ситуации с сменой конфликта органы опеки могут пригласить родителей на беседу, но только на беседу, навязать им свое решение, призвать их к ответственности. У них такой возможности нет. Если родители не хотят, то остается только суд. Никакой орган опеки, никакая ювенальная юстиция здесь, в принципе, не может ничего сделать. В связи с пандемией у массы родителей масса вопросов. Например, один из них – открытие детских садов. Люди уже официально вышли на работу, детские сады официально закрыты. Я знаю, что существуют какие-то дежурные группы, но их немного, они малочисленные. Вот как этот вопрос у нас будет решаться? Ну, постановление губернатора там у нас существует по введению дополнительных мер защиты на этот период. В том числе, да, предусматривается создание дежурных групп. Группа малочисленная, видимо, потому, что не все родители готовы отдавать ребенка, в том числе в целях, опять же, его защиты, то есть изыскивать возможности не оставить там с родственниками, например, да. В тех случаях, когда необходимо родителю выйти на работу, нужно обратиться в управление образования, где подскажут, что нужно сделать, какие документы принести для того, чтобы ребенка определить в дежурную группу. Вопросов, вот, честно говоря, таких вот прямо вот злостного там непредоставления мест дежурной группе не возникает. Следующий момент это летние лагеря, загородные лагеря. Как с этим обстоит дело? Все-таки будут они открыты? Говорят, что вопрос стоит о второй смене. Все-таки будет летний отдых или не будет? Будет. Опубликованы методические рекомендации Роспотребнадзора по поводу организации проведения оздоровительных смен в загородных лагерях и санаториях. Вопрос, когда будет, пока остается у нас открытым. Надеюсь, в ближайшие буквально дни это будет вопрос уже решен. И как это будет тоже нужно решать на уровне нашего субъекта. Общая рекомендация сводится к тому, что мы можем сократить смену по времени, то есть не 21 день, а 14, в том числе для того, чтобы большее количество детей смогло отдохнуть. Во-вторых, это необходимость проживания без выезда за пределы лагеря, всего персонала для того, чтобы исключить возможность попадания инфекции извне. Третий момент это ограничение посещения родителями детского лагеря. Этот вопрос, думаю, беспокоит многих родителей. Но хочу сказать, что в данном случае эта мера совершенно оправданная. И лучше все-таки не рисковать здоровью не только своего ребенка, но и здоровью всех детей, которые там находятся вместе с ним. Ну и остальные меры, которые тоже, в общем-то, связаны с определенным периодом нашим непростым, тоже там и обработка поверхностей, и требования к персоналу по здоровью. Смотрите, была еще масса жалоб по поводу продуктовых наборов для школьников и для малообеспеченных семей, что какие-то продукты плохого качества, что там молоко было плохого качества. Как-то контролируется эта ситуация? Вы знаете, вот пандемия, как ни странно, помогла увидеть многие вещи с другой стороны. И очень хорошо увидеть, потому что под другим ракурсом это выглядит совсем по-другому. И родители получили возможность в том числе увидеть, какое питание дети получают в школе, из каких продуктов примерно это состоит. Естественно, возникли вопросы по поводу молока. Вопрос, который не решается уже достаточно длительное время вообще в России, потому что фальсифицированное молоко занимает достаточно большой объем рынка. И даже введение системы мониторинга сельскохозяйственной продукции «Меркурий», которая должна была поставить заслон на пути вот этого фальсификата, она никаким результатом не привела. Молоко не только попало у нас в продуктовый набор, они совершенно спокойно продаются у нас во всех практически магазинах. И никаких мер в данном случае предпринять невозможно только через судебное решение. Поэтому родителям, конечно же, и впредь можно рекомендовать только один путь. Общественного контроля питания детей в образовательных учреждениях, в детских садах и в школах. Просто создавать такую общественную группу и контролировать, чем же детей кормят, из каких продуктов. Настаивать на том, чтобы эти продукты были качественные, чтобы пища была приготовлена в соответствии с технологическими нормами. Что касается состава продуктовых наборов, действительно, мы тоже установили во время мониторинга очень такое разнообразие большое, иногда не самое приятное, потому что не было единого требования, единого стандарта к тем условиям, при которых эти продукты формировались. Но разные муниципальные образования у нас пошли разными путями. Соответственно, кто-то прислушался к рекомендациям в большей степени, никто-то вообще их проигнорировал. После первой волны выдачи продуктовых наборов в правительство Юскобости мы направили свои рекомендации для того, чтобы все-таки были установлены стандарты минимального продуктового набора, куда включить необходимые продукты питания в необходимом количестве, потому что были злоупотребления по ценам и по качеству продуктов. Вот по второй и третьей волне вопросов уже было куда меньше. То есть все-таки ситуация выровнялась по области и по качеству, и по наполненности набора, скажем так. То есть действительно продукты стали более разнообразными и продуктовые наборы более полноценны. Скажите, за все время, которое вы занимаетесь проблемами детства в Тверском регионе, какое событие, достижение вы могли бы назвать даже своей личной победой? Вы что можете вспомнить? Про себя пролично я много чего могу рассказать. Все, что касается каких-то своих достижений в профессиональном характере, думаю, что, наверное, не имеет смысла мне их оценивать. Это должны оценивать люди, которые пользуются этим. Но, наверное, единственное, что я могу сказать, что, опять же, это была не моя идея от и до, но, тем не менее, во многом она появилась благодаря форуму многодетных семей, которые мы провели в 2018 году, где у нас присутствовал губернатор Тверской области. И многодетные родители попросили ввести награду, почетный знак для отцов, которые воспитывают детей, которые достойны, которые могут являться таким примером. И вот буквально в конце прошлого года было принято решение о том, что у нас появился такой вот наградной знак и денежные выплаты к нему, слава отца. Я знаю огромное количество пап разного возраста, которые очень подходят под эту награду. И очень хочу, чтобы они ее заслуженно получили. Вот. И здесь я думаю, что вот, да, победа определенно достигнута. Тем более, что слава мамы у нас была, слава матери. Была какая-то несправедливость. Давайте вот так сделаем. Назовите, на ваш взгляд, пять направлений, каких-то реформ, может быть, да, на ваш взгляд, которые надо осуществить в нашем регионе, чтобы, да, решить какие-то проблемы детства. Во-первых, хотелось бы повторить все-таки, может быть, вести на регулярной основе проведения форума многодетных семей. Возможно, переформатировать его как раз в формат фестиваля, где можно было бы не только обменяться проблемами, но и какими-то позитивными моментами, да, творческими моментами. Завести какие-то контакты, может быть, клуб создать многодетных семей, именно такой большой и все объемлющий, объединяющий весь регион, потому что у нас есть общественные организации многодетных в разных районах. Они между собой тоже взаимодействуют. То есть надо какой-то придать им такой импульс, чтобы они взаимодействовали чаще и более полноценно. Второй момент. Хотелось бы, конечно, навести такую вот встроенную систему в предоставлении медицинской помощи детям, особенно что касается, например, стоматологической помощи в Тверской области, которая сейчас у нас, к сожалению, достаточно такая проблематичная, и детские стоматологи у нас есть далеко не во всех муниципальных образованиях. Хотелось бы, чтобы заработал совет отцов. Да, у нас, я уже говорила, что есть активные папы, и у них тоже есть идеи, как можно помогать семьям и папам другим. Разные можно акции проводить с участием пап, в том числе, например, по безопасности детского отдыха, который у нас сейчас начнется лето, и мы будем опять с тревогой думать, что там у нас во дворе дети это делают, не влезут ли в какую-нибудь там заброшенную будку, не провалятся в какой-нибудь брошенный люк. Мечтаю о том, чтобы в Тверской области была создана инженерная школа для детей, которые могли бы начинать уже в процессе обучения освоить инженерные специальности. У нас работает с большим успехом кванториум технопарк, работает пока только в Твери, плюс еще есть у нас мобильные выездные такие вот кванториумы. В планах создания кванториума еще несколько по области, но опять же это вопрос такого дополнительного образования, которое не вплетено в систему общего образования. Если бы мы создали инженерную школу, куда бы мы отбирали детей именно по складу ума, математического, физического такого характера, где бы они совмещали и практическое обучение, и теоретическое, и готовили их для поступления в наши же высшие учебные заведения на технические специальности, то есть такая была бы предпрофессиональная подготовка, причем на этапе длительного достаточно, начиная с класса седьмого, когда ребенок уже демонстрирует какие-то склонности, то, на мой взгляд, это было бы вообще очень замечательно. Скажите, где любите гулять в Твери? Я не успеваю гулять в Твери. У меня просто времени нет гулять. Любимое – кафе-ресторан в городе? Таун. Какое из последних событий посетили в Твери? Наверное, это была премьера фильма «Счастье в конверте», которое прошло у нас в киноконцертном зале «Панорама», как раз, наверное, перед началом ограничительных всех наших мероприятий. Хорошее кино. Самое запоминающееся событие, связанное с Тверью? Рождение детей. Какое место в городе вы первым делом посоветуете посетить человеку, который впервые приехал в Тверь? Наверное, путевой дворец все-таки. Красивый после реставрации. С ним связано много исторических личностей, событий. Тем более, что сейчас рядом с ним возвышается уже Спас-Приображенский собор, который тоже, в общем-то, притягивает взгляды. А что, на ваш взгляд, требует изменения в городе первым делом? Наверное, отношение горожан к нему прежде всего. Любить надо свой город. Какого места не хватает в Твери? Хороших спортивных комплексов, для того, чтобы дети занимались разными видами спорта. Гордость Твери. История. Печаль Твери. Тоже история. Три имени, которые неразрывно для вас связаны с Тверью? У меня их будет больше. И не по степени значимости, а, наверное, по степени возникновения их в моей жизни. Мама, муж и дети. И напоследок, скажите, Тверь она какая? Пишите в трех словах. Она русская, зеленая и гостеприимная. Спасибо большое за интервью, Светлана Анатольевна. Благодарю.